Всем привет, друзья! Первым сидельником марки МАЗ стал довольно малоизвестный автомобиль МАЗ-205А, тягач на короткобазном шасси самосвалов МАЗ-205. Опытные образцы таких машин появились еще в 1949 году. Он предназначался для работы с бортовым полуприцепом МАЗ-5201 грузоподъемностью 12 тонн. Силовой агрегат у него был такой же, как и на самосвале, так что с полной нагрузкой динамика у автопоезда получалась весьма посредственная, а средняя скорость его движения редко превышала 35 км в час. Куда больше распространения получили сидельники МАЗ-200В, которые серийно выпускали с марта 1951 года. В отличие от модели 205А, тягачи 200В имели такую же колесную базу, как и бортовые грузовики МАЗ-200, а двигатель на них поставили более мощный ЕАЗ-204В мощностью 135 лошадиных сил. До этого мощность была 110 лошадиных сил. Максимальная скорость автопоезда была равна 55 км в час. Из-за неимением серийной альтернативы в дальний бой с тяжелыми полуприцепами в 50-е годы ходили именно такие автопоезда. Основными моделями полуприцепов для МАЗ-200В являлись бортовые МАЗ-5215 и МАЗ-5245, хотя различными специализированными предприятиями и авторемонтными заводами для них выпускалась широкая гамма других узкопрофильных полуприцепов фургоны, панелевозы, цементовозы и т.д. В опытном порядке подобный прицепной подвижной состав пробовал создавать и сам Минский автозавод. Довольно популярным явлением в те годы была в составе многозвенных автопоездов попытка повысить производительность и рентабельность грузоперевозок. На стандартный полуприцеп ставили буксирный прибор и цепляли к нему еще один прицеп или даже полуприцеп с подкатной тележкой. Вот только с двойной той нагрузки от и без того скромной динамики автопоезда не оставалось и следа. Можно представить какими проклятиями подгоняли водителей таких тихоходов где-нибудь на холмистом загородном шоссе. В попытке немного повысить тяговые качества автопоездов с тягачами МАЗ-200В в автохозяйствах Советского Союза практиковалась замена родного 4-цилиндрового дизеля на 6-цилиндровый двухтактный агрегат и семейство ЕАЗ М206. Такие ставились на трехостные грузовики ЕАЗ и КРАЗ, а также междугородние автобусы ЗИЛ-127. С различными вариантами топливной аппаратуры эти рядные шестерки развивали от 165 до 205 лошадиных сил. Правда для установки длинного 206 мотора на МАЗ требовалось переделывать раму и изрядно удлинить оперение кабины. Когда Ярославский моторный завод подготовил к производству новейшую дизельную шестерку ЯМЗ-236 мощностью 180 лошадиных сил, оказалось, что благодаря V-образному расположению цилиндров она вполне сносно компонуется в моторный отсек грузовиков 200-го семейства. Поэтому в 1961 году Минский автозавод выпустил установочную серию из трех седельных тягачей МАЗ-200М с новыми дизелями, а с 1962 года начал делать такие тягачи серийно, причем большими тиражами, нежели прежнюю модель МАЗ-200В. Отдельно стоит упомянуть про создание на Минском автозаводе двух модификаций полноприводных седельных тягачей. Для народного хозяйства предназначалась версия МАЗ-501В с двухскатной шиновкой заднего моста, изготовленная на основе лесовоза МАЗ-501, а для армейских нужд на базе грузовика МАЗ-502 разработали тягач МАЗ-502В с односкатными задними колесами. Серийное производство тягачей МАЗ-200В и МАЗ-200М завершилось в середине 1965 года. На смену им пришли новые бескапотные тягачи МАЗ-504. Первые опытные седельные тягачи МАЗ-504 из совершенно нового семейства грузовиков МАЗ-500 появились в 1959 году. Бескапотная цельнометаллическая кабина со спальным местом, 180-сильный дизель, гидроусилитель руля. Наверное, сегодня сложно представить, какими глазами смотрели на такой МАЗ водители того времени, привыкшие к аскетизму МАЗ-200. Это же был космический корабль. Уже в 1961 году на заводе собрали опытно-промышленную партию из 10 тягачей МАЗ-504 для интенсивных испытаний. В 1962 сделали еще 20 штук, а в 1963 сборку всех пятисоток перевели на главный конвейер, что позволило нарастить выпуск тягачей МАЗ-504М до 93 единиц. Массовый выпуск всех автомобилей пятисотого семейства, включая тягачи МАЗ-504М, наладили со второй половины 1965 года, когда прекратили выпуск грузовиков старого двухсотого семейства. Первой модификацией 504-го тягача стал МАЗ-504Б, предназначенный для работы самосвальными и иными полуприцепами, имеющими какое-то гидрооборудование. В дальнейшем гидроофицированные тягачи стали обязательной модификацией во всех семействах автомобилей МАЗ. В 1964 году в Минске поэкспериментировали с постройкой седельного тягача серии МАЗ-520 с колесной формулой 6х2 и двумя передними сближенными управляемыми осями. Сегодня такая схема очень популярна, например, в Китае, но в Советском Союзе ее достоинств не оценили. Доводкой машины заниматься не стали, хотя и провели полный цикл испытаний, включая даже испытания на проходимость автопоезда по снежной целине. Примерно в то же время появился и полноприводный гидрофицированный седельный тягач МАЗ-508В, ориентированный на работу самосвальным полуприцепом МАЗ-842 и унифицированный по ходовой части с перспективным лесовозом МАЗ-509П. Производство этой модификации разворачивать не стали, да и полуприцеп также остался опытным. В 1966 году построили опытный образец другого трехосного тягача МАЗ-515 с колесной формулой 6х4. На эту машину поставили 240-сильную восьмерку ЕМЗ-238. Интересно решили вопрос трансмиссии. Поскольку ЕМЗ серийно выпускал только 5-ступенчатой коробки передач, малоподходящей для автопоезда полной массы 40,5 тонн, то Минчанам пришлось разработать двухскоростные ведущие мосты, общее придаточное число, в которых можно было переключать. Так, общее количество передач в трансмиссии стало равняться 10. Крайне непривычно с позиции сегодняшнего дня выглядела и подвеска ведущих мостов, в которой две продольные рессоры своими концами крепились к раме, а центральной частью опирались на две продольные балансирные балки. Мосты, в свою очередь, крепились к концам балансирных балок и дополнительно фиксировались от продольных перемещений реактивными штангами. В 1970 году 500-е семейство подверглось модернизации, чуть подновилась кабина, подросли ресурс и полезная нагрузка. Габаритная ширина уменьшилась на 100 мм. Колесная база сидельных тягачей выросла на 200 мм. Появилась возможность устанавливать на машины как прежние шестицилиндровые дизели ЕМЗ-236, так и новые восьмицилиндровые ЕМЗ-238. Тягач шестерка отныне именовался МАЗ-504А, а с восьмеркой МАЗ-504В. Первое время крайне непродолжительные модернизированные пятисотки выпускались с прежней облицовкой радиатора с частыми вертикальными брусьями. Затем появилась новая решетка с одной горизонтальной и тремя вертикальными перемычками. Гидрофитцированный сидельный тягач после модернизации стал называться МАЗ-504Г. Он сохранил шестицилиндровый мотор и выпускался тиражами по несколько сотен единиц в год. В виде опытного образца существовал и гидрофитцированный сидельник МАЗ-509Г с полным приводом, унифицированный с лесовозом МАЗ-509. Обычно полноприводный сидельный тягач на базе лесовоза МАЗ-509 в семействе тоже предусмотрели. Назывался он МАЗ-54-31 и предназначался главным образом для буксировки полуприцепов-сортиментовозов в леспромхозах. До его серийного производства дело, впрочем, снова не дошло. Впрочем, полноприводные сидельные тягачи вполне себе встречались в эксплуатации, просто являлись они делом рук авторемонтных заводов Министерства лесной промышленности. Например, Илькинского АРЗ, который делал их из лесовозов МАЗ-509 и МАЗ-509А. Получила продолжение и история с трехосными сидельными тягачами. Параллельно с созданием модернизированного семейства МАЗ-500А в заводе разработали две унифицированные модели трехосных магистральников с колесной формулой 6х4, бортовой грузовик МАЗ-514Б и сидельный тягач МАЗ-515Б. В отличие от прежних машин МАЗ-514 и МАЗ-515, они получили новую раму, кабину с улучшенным интерьером, дизели серии ЕМЗ-238 с турбонадувом, восьмиступенчатую коробку передач с делителем, новую рессорно-балансирную заднюю подвеску. Надобность в двух скоростных ведущих мостах соответственно отпала, правда ЕМЗ тогда еще не мог развернуть серийного производства восьмицилиндровых турбодизелей, поэтому новые магистральники выпускались в малых количествах. Товарных тягачей МАЗ-515Б, например, в период с 1973 по 1975 год смогли собрать лишь 30 экземпляров. С 1979 года вместо МАЗ-504А выпускался модернизированный тягач МАЗ-5429, а вместо МАЗ-504Г гидрофицированный МАЗ-5430. Вообще процесс освоения модернизированных автомобилей и семейства МАЗ-5335 начался еще в 1976 году, но растянулся на несколько лет. Замена сидельников произошла как раз в самую последнюю очередь. Ключевыми новшествами модернизированных машин стали тормоза с раздельным по оси приводом и фары головного света, перенесенные по новым требованиям ниже на бампер. А вот 240-сильные тягачи МАЗ-504В, перетерпев аналогичную модернизацию, продолжили выпускать под прежним наименованием. В соответствии с установкой из министерства на Минском автозаводе была разработана и северная модификация сидельника модели 5429. Она называлась МАЗ-542901. Ее отличие утепленная кабина, фароискатель на крыше, морозостойкие резинотехнические изделия, подогрев топливного бака и аккумуляторного ящика выхлопными газами. Серийное производство ее, правда, налажено не было. С конвейера некоторое время сходили только северные бортовые грузовики МАЗ-533-501. Последней модификацией в семействе МАЗ-5335 стал магистральный сидельный тягач МАЗ-5428. В техническом плане он фактически представлял собой шасси перспективного тягача МАЗ-5432, накрытого старой кабиной, с 280-сильным турбодизелем ЕМЗ-238П и восьмиступенчатой коробкой передач. В серию МАЗ-5428 не пошел, поскольку к моменту окончания его доводки на конвейер уже успело пробиться семейство супермазов и 28-й тягач просто потерял актуальность. Серийное производство тягачей МАЗ-5429, МАЗ-5430 и МАЗ-504В продолжалось до 1987 года, когда на конвейер были поставлены все запланированные модификации сидельников и семейства МАЗ-6422 и МАЗ-5337. О них расскажем уже в следующий раз. А на этом все, спасибо за просмотр, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Обязательно комментируйте и делитесь в соцсетях с друзьями. Всем пока!